Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня предлагаю побеседовать на такую важную тему, как кислотно-щелочной баланс. Это очень важная тема для понимания того, как быть здоровым. Потому что это основа здоровья. Это то, о чем нам нигде не рассказывают, не рассказывают ни в школе. Мы вообще не понимаем, как особо это все работает. Я расскажу вам о том, как построить правильно свою щелочную диету и работает ли она вообще. Насколько хорошо это работает. Что можно использовать помимо обычных продуктов питания, чтобы выровнять кислотные нагрузки на организм. Почему так сложилось вообще, что мы получаем сейчас много кислоты из пищи. Мы копнем очень глубоко, мы копнем в историю, мы копнем фундаментальную, скажем так. Очень фундаментально на это все посмотрим. Даже на уровне клеток, на уровне клеточного дыхания. Я расскажу, как влиять на кислотно-щелочной баланс, как взять под контроль эту сферу нашей жизни. И расскажу, например, о влиянии кислотных нагрузок на ваши почки. Как это отражается на ваших почках. Как это отражается на вашем здоровье. Если вам тема эта интересна, я вам очень рекомендую ее досмотреть до конца, то вперед. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео. Ну, продолжим. За последние 100 лет с ростом индустриализации pH океана упал с 8,2 до 8,1 единицы. И это имеет значительные последствия, например, для коралловых рифов. Они просто могут обрушиться после этого. В мире все очень завязано на воде, на почве. И вы знаете, что океаны связаны с морями, моря с реками. И это все влияет вообще на всю планету. Если же это влияет на почву, то и снижается также кислотность почвы. Кислотность должна почвы быть в нормальном состоянии от 6 до 7. Кислые почвы ниже 6 единиц могут содержать пониженное содержание кальция и магния. Химически недоступным может сделать железо, марганец, медь и цинк кислотность почвы больше 7. Просто эти элементы станут для нас недоступны. Когда pH почвы ниже 6, то в нее добавляются доломиты, навозы. И это улучшает состояние почвы. Друзья, давайте копнем еще глубже. Со времен цивилизации охотников произошли очень серьезные сдвиги в рационе человека. И за последние 10 тысяч лет, со времен сельскохозяйственной революции, наш рацион также изменился. Это даже за последние 200 лет, когда с ростом индустриализации рацион также сдвинулся в сторону кислотности. Увеличилось содержание калия по отношению к натрию. Калия стало гораздо больше. Бикарбоната стало гораздо меньше. В отсутствии патологического состояния, pH человеческого организма колеблется в пределах 7,35 до 7,45 единиц. Идеальная цифра примерно 7,40. Но, друзья, почему эта цифра 7,40? Почему не 7? Шкала, если вы не знаете, шкала кислотности 14 единиц. То есть, если эта шкала близится к единице, то это очень кислая среда. Она может быть, например, где-то в желудке, около, по-моему, 3 единиц. И чем выше цифра, к 10, к 8, это очень челочная среда. У нас должна быть примерно 7,40 единиц. Почему именно эта цифра? Почему не 7? Потому что именно в этой слабо-щелочной среде происходит оздоровление организма. Он максимально хорошо и эффективно работает. Все системы, организмы завязаны на этом. Очень, действительно, много процессов зависит и протекает правильно. И кислотность крови должна быть правильной. Ее уровень слабо-щелочной, да, слабо-щелочной уровень крови. Потому что именно в этом, на этом уровне происходит оксигенация крови. Оксигенация – это насыщение крови кислородом. Существуют 4 основные патологические состояния, связанные с кислотно-щелочной нагрузкой на организм. Это метаболический ацидоз, это респираторный ацидоз, это метаболический алкалоз и метаболический и респираторный алкалоз. Ребята, ацидоз, просто с простым языком говорить, ацидоз – это когда кислотность в организме повышается значительно. Алкалоз – это состояние, при котором, наоборот, повышается щелочность крови. То есть, отсюда сразу нужно сделать вывод. Не должно быть и слишком кислая среда, и не должно быть слишком щелочная среда. То есть, должно быть реально находиться в балансе. Баланс на кислотно-щелочном в организме. Диета, в которой мало углеводов, но очень много белка. Друзья, очень важная информация. Вы сейчас на совсем другом уровне будете понимать, почему не надо очень много белка давать своему организму, как очень принято, например, в среде бодибилдеров. Если вы повышаете слишком много белка, то, соответственно, идет большая кислотная нагрузка на ваш организм. Потому что разные продукты имеют определенного воздействия на организм. Они дают или кислотную реакцию, или щелочную реакцию. И это все должно быть сбалансировано. Так вот, это приводит, это влияет на ваш уровень кислотности. И с возрастом этот показатель становится только хуже. Если у вас кислотная нагрузка большая на организм, то основным из ваших буферов это являются почки. И с возрастом, из-за влияния такой диеты, у вас происходит сдвиг в сторону кислотности. И со старением все хуже и хуже обстоят дела, потому что почки работают хуже, просто с возрастом работают хуже. И этот процесс приобретает как круговорот. То есть, с возрастом вы еще больше закисляетесь, и ваша почка стоит хуже работать. И в принципе, вся эта кислотная нагрузка ложится как раз на ваши почки. То есть, все больше и больше страдают почки. Чем больше этот период проходит, тем хуже. Скорее всего, с возрастом уже почти у всех есть какие-то проблемы с почками. И могут образовываться камни в почках. Потому что почки пытаются взять, они как буфер просто. Они стабилизируют уровень кислотности в вашем организме. Они делают среду более щелочной. Кислотность в крови практически никак не меняется. Она примерно более-менее одинакова. То есть, организм очень умная система. Если вы даже неправильно питаетесь, то в крови будет все примерно более-менее нормально. Примерно более-менее нормальная вот эта среда. Но как раз моча, моча ваша меняет свои свойства. Если вы питаетесь неправильно, то и меняется ваша моча. Соответственно, почки берут на себя эту нагрузку и могут отложить камни для того, чтобы регулировать эту кислотность. То есть, в нужный момент, просто почка вырабатывает нужные минералы и использует эти минералы накопленные. И просто происходит снижение кислотности. То есть, когда вы специально, сознательно создаете в себе кислотную нагрузку на организм, например, неправильно питаясь, слишком много белка, слишком мало овощей в вашем рационе, то вы просто очень сильно наносите удар по своим почкам. Вплоть до того, что вы можете в необратимые последствия быть вашими почками и с возрастом будут становиться только хуже. Щелочная диета и мышцы. На этом нужно остановиться еще поподробнее. Были проведены исследования, которые показали, что с возрастом из-за того, что уменьшается общее количество мышечной ткани в организме, происходит сдвиг в сторону кислотности. Потому что мышцы – это одна система буферов в нашем организме. Чуть дальше я расскажу, какие еще есть системы буферов. Именно когда снижается масса мышц и есть еще кислотная нагрузка, которая тоже завязана на этих мышцах, то возрастает кислотность и, соответственно, мышц становится еще меньше. Но если людям давать, во-первых, у тех, у кого слабо идет вообще развитие мышц или у стариков, например, если им давать щелочную диету, правильно составить им щелочную диету, то это все улучшает количество мышц, увеличит количество мышц. То есть реально способствует тому, что у вас, по сути, более анаболическая среда в вашем организме становится. Если вы создаете, если вы активно тренируетесь, то вам особо нужно за этим задуматься. Я рекомендую, например, даже в дни, когда вы тренируетесь, защелачивать свой организм максимально. Потому что когда вы тренируетесь, помимо того, что вы разрешаете свои мышцы, вы повышаете количество кислоты в вашем организме. И эту кислоту нужно самому пытаться компенсировать. Компенсировать с помощью диеты и тех способов, которые вы узнаете дальше. То есть если вы тренируетесь, вы находитесь вообще в группе риска, потому что вы еще питаетесь, больше употребляете белка, чем обычные люди. Чем больше в вашем рационе белка, тем хуже, тем больше кислотность на ваш организм идет. Но и без белка тоже нельзя, потому что без белка мышцы тоже не растут, вы знаете, что это строительный материал для мышц. Поэтому не нужно очень много белка, а если все-таки белка много, то компенсируйте это все щелочной диетой. Постоянно в тарелке у вас должна лежать какая-то щелочь. Это должны быть овощи, это должны быть больше овощей, но и фруктов. Фруктов не так много, как овощей. То есть овощей должно быть реально много в вашем рационе. Старайтесь готовить еду так, чтобы уже в еде были овощи желательно. Это вообще наилучший вариант. Теперь давайте еще взглянем на такой момент, как щелочная диета и гормон роста. Если дети плохо растут в детстве, допустим, выявили, что ребенок плохо растет, у него есть какое-то снижение гормона роста, то этому ребенку нужно еще больше добавить щелочи. Потому что доказаны были исследования, что повышая щелочность в организме, вы увеличите выработку и значительно увеличите выработку гормона роста. То есть это напрямую влияет. Ребенок реально выше вырастет, больше станет, потому что улучшатся многие процессы в организме. По поводу гормона роста у меня много видео на канале, если вам эта тема интересна, посмотрите. Я сейчас говорю про натуральный фон гормона роста, который улучшается и повышается. Для нас, для тех, кто тренируется активно, это вообще ценная информация. Есть также, ребята, некоторые доказательства тем, кто страдает болями в пояснице, что повышение щелочи в своем рационе уменьшает боли в пояснице. Эти механизмы не совсем понятны, но были проведены исследования, они показали, что реально боли в пояснице уходят. Давайте поговорим о щелочной, о влиянии щелочи на рак. И есть такое мнение, да, вот в интернете бытует, что если вы будете пить, например, соду или что-то вот в этом духе, щелочную диету устраивать, то вы просто раком не будете болеть. На самом деле, те исследования, которые сейчас существуют, говорят, что связи никакой нет. Если щелочная диета будет в вашем рационе, это не значит, что у вас никогда не появится рак в организме. Но действительно, определенные эксперименты, исследования показали, что некоторое лечение все же лучше проходит, когда в организме создан хороший, правильно кислотно-щелочной баланс. Правильный баланс создан, то есть сдвинут в сторону щелочи. И как бы эти пациенты быстрее выздоравливали. Но вылечить рак таким способом не получится. По крайней мере, нет таких исследований на сегодняшний момент. И все, кто это обещает, что это как-то улучшит ваше состояние при таком страшном заболевании, то это, скорее всего, неправда. Друзья, для активации витамина D нужен внутриклеточный магний. Если вы не знаете, посмотрите мое видео о витаминах, да, то витамин D очень важен. Его действительно, если у вас мало солнца, если вы не живете где-то в Бразилии, где-то в жарких странах, у вас его, скорее всего, не хватает в то время, когда у вас мало солнца. Зима, там обычная наша страна СНГ, где зима, лето, да, то витамина D не хватает. Так вот, увеличение внутриклеточного магния происходит, если вы сдвигаете свой рацион в сторону щелочи. Друзья, теперь давайте копнем совсем глубоко и начнем разбираться в том же, какие же все-таки буферные системы в нашем организме существуют. И какие способы конкретно, практически, вы можете использовать уже прям сегодня, прям завтра утром. Я все расскажу, что делать, чтобы сдвигать свой рацион, свою кислотность в сторону щелочи. То есть, чтобы в вашем организме не было излишних закислений. Друзья, один из самых главных механизмов и самых быстрых, которые работают вот быстро и там в течение минуты, часа могут нейтрализовать воздействие кислоты в вашем организме, это клеточное дыхание. Я не знаю по поводу, есть ли вообще информация на ютубе на эту тему, неважно. Так вот, ребята, существует анаэробное и существует аэробное клеточное дыхание. При анаэробном дыхании, то есть, когда нет кислорода, организм выделяет всего две молекулы АТФ, то есть, это дыхание, которое не приносит много энергии. При аэробном дыхании, когда участвует кислород, вырабатывается аж 38 молекул АТФ. Есть химические формулы, которые можно посмотреть и вообще понять, как это все происходит на химическом уровне. Если вы дружите с химией, вы можете найти такие формулы, почитать. То есть, отсюда можно сделать вывод, насколько важно кислородное клеточное дыхание. Теперь смотрите, друзья, когда происходят вот эти обмены кислорода, когда клетка сама дышит, получает кислород, там участвует углекислый газ. Но вы понимаете, когда мы дышим, мы вдыхаем кислород и выдыхаем уже углекислый газ. Так вот, углекислый газ не сразу же происходит молниеносно. Вы вдохнули кислород и тут же выдохнули углекислый газ. Вы выдыхаете уже углекислый газ, который отработал и сделал определенные свои действия в организме, их множество. Мы рассмотрим тот, который влияет именно на кислотно-щелочной баланс. Когда вы вдыхаете, когда клетка получает кислород, она вырабатывает углекислый газ, да, и он соединяясь, углекислый газ соединяясь с водой, превращается в углекислоту. И уже эта углекислота может использоваться организмом для того, чтобы контролировать вашу кислотность в организме. То есть таким образом она может понижать эту кислотность, и это происходит быстро, допустим, час, полчаса становится гораздо лучше. Поэтому иногда, если, допустим, вам, не знаю, стало плохо, где-то, не знаю, вот в самолете, например, людям становится плохо, может, увидели в фильмах, люди дышат в пакетик, да, и люди дышат в пакет не просто так, а чтобы в процессе этого дыхания увеличить количество СО2, увеличить углекислого газа в крови. Это вообще рефлекторно происходит расширение сосудов, если у вас, например, болела голова, это вообще способ без таблеток снять головную боль. Просто какое-то время подышите вот в этот пакет бумажный, там, просто бумажный пакет, одеваете его себе на рот и дышите. Я думаю, видели в фильмах такую ситуацию. Это реально работающая штука, это не выдумки. То есть это влияет очень сильно на организм, и вот этот углекислый газ, который превратился в углекислоту, да, соединился с водой, он используется какое-то время в организме, столько, сколько ему надо. Но он может сделать резкое улучшение ситуации, но не глобально. Если вы реально годами неправильно питаетесь, если в вашем рационе преобладает, есть определенный список продуктов, которые вызывают кислотность, да, повышают кислотность в организме. Если у вас постоянно неправильная диета, вы постоянно много таких продуктов едите, там, много мяса, у вас много сыров, вы, не знаю, там, пьете очень много кофе. То есть разные факторы. Это все приводит к тому, что у вас годами накапливается вот этот дисбаланс, неправильный дисбаланс в организме, и выровнять одним дыханием его не получается. Смотрите, были проведены исследования, которые показали, что частично происходит влияние, частично буфер на себя берет вообще ваш скелет. Были проведены исследования, которые и сторонники этой теории, и которые говорят, что это невозможно, что не может такого быть. Те исследования, которые я нашел, это двухлетние довольно убедительные исследования канадцами, были проведены американцами. Они показали, что все-таки частично используется наш скелет для того, чтобы регулировать кислотно-челочной баланс в организме. То есть наш организм, наша кость состоит из минералов, которые как раз-таки и используются для выравнивания кислотности. То есть чем более кислотный ваш рацион в организме, с годами, с огромным количеством лет, оно не берет сильно много со скелета, а берет какую-то маленькую незначительную часть, и ваши кости становятся более хрупкими, более тонкими. То есть вы реально разъедаете с вами сами свой скелет тем, что вы неправильно питаетесь, создаете кислотную нагрузку на организм. Но это не критично. То есть не так, как люди пишут, не разобравшись с этой темой, что у вас там скелета вообще не будет. Как раз-таки те, кто против этой теории, говорят, что если бы скелет сильно использовался в нашем кислотно-челочном балансе, то у нас бы скелет разъедался бы в течение 10-20 лет. Но этого не происходит. Поэтому ученые сошлись на какой-то золотой середине, что скелет все-таки используется. То есть вы реально можете сделать свой скелет легче из-за того, что вы неправильно питаетесь. Организму приходится вытягивать это из вашего скелета. И это уже третий способ. То есть первое – почки. Почки накапливают в камне, которые используются для выравнивания кислотности. Ваш скелет, ваше дыхание, которое помогает сейчас быстро. Также используется ваша кровь. Это гемоглобин, который в крови. Он участвует в регулировании кислотности. Этот механизм довольно сложный. В самой крови, да? Другие буферные системы – это фосфатная система и белки, которые мы сильно подробно рассматривать не будем, потому что они не такое глобальное воздействие оказывают на ваш организм. Теперь давайте перейдем к конкретной практической части. Как же построить свой рацион и как все-таки выровнять кислотность? Смотрите, ребята. Во-первых, нужно разобраться в том, какая еда что делает. Какая поднимает кислотность, какая понижает кислотность. С этим я постараюсь вам дать таблицу продуктов, которые я нашел, которые проверены учеными, которые не просто кто-то там придумал, какой-то диетолог. И эту таблицу я, скорее всего, оставлю вам под видео ссылку на эту таблицу. Я еще подумаю, как это лучше сделать, потому что в видео я не смогу ее засунуть, эту таблицу. Она большая таблица. Также я еще дам вам ссылку на таблицу кислотности, которая должна быть в вашем организме. На этом мы сейчас остановимся буквально на пару слов. Так вот, когда вы создаете себе правильную диету, когда вы правильно регулируете продукты, вы можете примерно регулировать свой рацион и уже выбирать, в какую сторону нужно сдвигаться, чтобы создать оптимальные условия в вашем организме. Как я уже сказал, чтобы поднять щелочность в организме, нужно употреблять овощи. Овощи в достаточном количестве, их действительно должно быть много. И они должны быть у вас круглый год. Возможно, это какая-то заморозка. Покупайте замороженные овощи, ну как я делаю, например. Они очень хорошо сохраняют в круглый год. Замораживайте сами себе овощи на зиму, фрукты замораживайте. И это реально помогает сдвинуть ваш рацион в более щелочную среду. Вы будете становиться более здоровыми. Но этого мало. Еще один из самых мощных, которые ученые этим пользуются, вообще там в стационарах, допустим, где-то. Самых мощных, одни из самых мощных средств, которые очень эффективны. Это бикарбонат натрия и цитрат калия. Смотрите, цитрат калия, да? Вы можете его найти просто где-то в продаже, в открытой. Поищите прям цитрат калия. Он может продаваться в виде каких-нибудь биодобавок, которые вы можете добавлять в свой рацион. Они реально работают. Там прочитаете на этой баночке, как применять, как часто. И я расскажу, как контролировать свой кислотный своего организма. Что конкретно нужно делать, чтобы понять, на каком состоянии ваш организм сейчас находится. Бикарбонат натрия. Что это такое? Бикарбонат натрия – это тот же гидрокарбонат натрия. Гидрокарбонат натрия – это просто ваша пищевая сода, которая у вас дома находится. И я сейчас подробно не буду останавливаться. Об этом будет отдельное видео. Ребята, пищевой содой я лично вам не рекомендую выравнивать кислотность в организме. Вы можете это делать. Это допустимо. Это нормально. Врачи нормально на это смотрят. Но вы очень смотрите. Проблема – вы не знаете, какую бы дать пропорцию. Как его правильно развести. В какой пропорции дать организму, чтобы не навредить. Были исследования, которые доказали, что были реально очень серьезные побочки после применения пищевой соды. Об этом будет следующее видео. Я расскажу более подробно, потому что это заслуживает отдельного видео, эта тема. Поэтому не пищевая сода. Можете, но вы должны разобраться в пропорциях. Я не рекомендую, поэтому не буду рассказывать, какие пропорции все же нужно использовать. Потому что я знаю хорошую замену этому. Я сам этим пользуюсь. Гидрокарбонат натрия, это она же пищевая сода, находится в обычной минеральной воде, которая обычная минеральная вода. Типа, не знаю, если в России есть синтуки, грузинская водичка, боржоми. Я использую, например, боржоми, мне нравится. Если не боржоми, то вода, которую я нашел, на которой должно написано быть в составе гидрокарбонат натрия. Вы должны почитать, на бутылке там это написано. Так вот, вот такая вода, это и есть щелочная вода, в которой более-менее естественной форме это все находится. Если, допустим, вода действительно из источника, в ней так хорошо растворен этот гидрокарбонат натрия, что действительно в естественной форме. И в нужной комбинации, в нужном количестве. Так вот, такую воду я рекомендую вам использовать довольно часто. Ну, смотрите, нельзя только ей пользоваться. Нельзя каждый день пить такую воду, потому что вы приведете слишком к большому минерализации вашего организма. Используйте ее, например, в дни тренировок, когда вы тренируетесь. Или когда вы, например, делаете короткое голодание. Об этом я снимал отдельное видео. В моменты голодания происходит метаболический ацидоз. То есть, это закисление организма. Это еще один повод задуматься, зачем вы голодаете долго. Есть даже люди, которые пытаются достичь именно этого ацидоза. Ацидоз, вот это когда потемнение мочи происходит в момент голодания, это не что иное, как просто кислотность повышенной организма. Организм просто кричит о помощи уже. Вот эти темные выделения в моче, которые следят за то, что начался ацидоз, просто говорит о том, что в организме серьезно идут проблемы, которые нужно решать. В моменты таких длинных голоданий, я сейчас не буду поднимать эту тему, но, ребята, организм по-любому будет пытаться сбалансировать эту кислотность и создать какие-то резервы, потому что он будет пытаться выровнять нормальную кислотность в крови и в организме. И он это сделает любой ценой. И, возможно, это будут испорченные почки или что-то еще. Так вот, когда вы делаете короткое голодание, что я рекомендую делать, совсем короткое голодание, есть видео, посмотрите на канале. Я рекомендую вам пить во время этих голоданий щелочную воду. То, что я вам сказал. Потому что это будет снижать эту кислотность и будет хорошо воздействовать наш организм, будет повышать ваш иммунитет, делать вас более здоровыми. Я рекомендую, покупайте такую воду и пейте ее там несколько раз в неделю. И смотрите, ее пить нужно, я рекомендую пить натощак, пить утром. Когда вы проснулись, там за часик до еды, начинайте пить эту воду. Прямо можете выпить пол-литра, можете выпить даже литр этой воды. Я пью иногда по полтора литра вообще воды. То есть, когда, например, голодаю, я полтора литра спокойно выпиваю боржоми. Делайте это натощак, чтобы не было в организме никакой еды. Чтобы не после пищи, не до еды. Потому что, не во время еды. Потому что, когда вы вливаете щелочь в желудок, когда в нем есть кислота, а кислота должна быть, чтобы пищу вашу разъесть, чтобы усвоить и получить с вашей пищи, все, желудок должен выделить кислоту, чтобы это все растворить. Так вот, если в этот момент вы вольете щелочь в организм, это просто химическая реакция произойдет. Посмотрите, у меня на бэгранде, на видео показываю, что происходит, когда соединяется кислота с щелочью. Это шипение. Это шипение, которое может вывести к повышенному количеству СО2 в организме, выделение вот этой кислоты, вот этих газов. Так вот, есть даже зафиксированный случай, ребята, желудок может разорваться от того, что слишком много... Допустим, если вы пищевую соду решите запить еду, если в этот момент было много кислоты, если вы съели какую-то пищу, которая сильно подняла кислоту, есть такое явление, как желудок просто взрывается. И это смертельное опасное состояние, друзья. Поэтому не шутите с этим. Никакой щелочи во время еды, никакой щелочи после еды. Это очень важно, друзья. Также очень хорошим способом будет, если вы будете по утрам вставать, например, как альтернатива гидрокарбонату натрия, вот этой воды, которая содержит этот натрий, вы можете просыпаться утром и, например, делать себе воду, теплую воду обязательно, и в нее добавлять лимон. Потому что лимон, как, может быть, вы не знаете, вызывает щелочную реакцию в организме, хотя он кислый на вкус. И действительно, насколько выглядят исследования, которые я читал, по крайней мере, говорят, что действительно это очень сильно хорошо оздоровит ваш организм. Я не знаю, там, может быть, какие-то есть побочки у некоторых людей для этого. То есть это все индивидуально, конечно. Но если у вас это хорошо все происходит, переносится организм, используйте такую вот лимонную водичку по утрам. Именно не в холодной воде, а в теплой воде. Приготовьте такую водичку и пейте ее утром тоже там, там, то количество, которое вам комфортно. Это можно делать практически каждый день вообще. Это не опасное занятие. Теперь, друзья, так как же вообще понять, на каком сейчас состоянии находится ваш организм? Как я сказал, в крови особо ничего не меняется, но меняется постоянно ваша моча. Если вы неправильно питаетесь, у вас отразится это на состоянии вашей мочи. Поэтому я предлагаю простое решение, просто мыслить как врачи, да? Купите, найдите магазин какой-то медпрепаратов или медицинских приборов, какой-нибудь такой найдите, какой-то, может быть, в интернете поищите, что в вашем городе, да, продавалось. Загуглите. Есть такие лакмусовые бумажки, которые позволяют контролировать кислотность вашей мочи. То есть вы просто утром там идете и используйте вот эту бумажку, этот индикатор, чтобы понять, на каком состоянии находится ваш организм. То есть там шкала есть, которая покажет, она будет, например, ну те, что я, допустим, достал, они копейки стоят, там около доллара, баночка, 50 штук этих индикаторов внутри. Она показывает, если, например, оранжевого цвета, то это означает, что у вас там более кислотная среда. Если она становится зеленой, то, к примеру, то это значит, что более щелочная среда. И, скорее всего, вы сидите на огромном количестве овощей. Нормальная реакция, если у вас примерно в среднем мощах примерно всегда 6 единиц. То есть это считается нормой. Но было бы хорошо сдвинуть все-таки сторону слабой щелочи. То есть вот то деление, которое только как раз начинается с зеленого цвета, например, как у меня было, там слабо-щелочная среда на уровне 7 единиц, на уровне там, вот где-то в этом диапазоне, ближе к семерке, то в этом диапазоне будет очень хорошее оздоровление организма. Если же у вас кислотность снизилась, то, скорее всего, вообще нужно поговорить с врачом на эту тему. Возможно, у вас какие-то есть серьезные процессы в организме, которые происходят. Поэтому нужно иногда сдавать анализы мочи где-то там в лаборатории. Но так вы можете контролировать каждый день дома. Просто покупайте эти индикаторы и пользуйтесь ими, пожалуйста. Делайте это утром натощак. Можно делать в течение дня, но самые более точные данные это именно утром натощак. На этом все, друзья. Тема сложная, но я постарался сделать максимально коротким видео, чтобы это был максимальный сок такой выжатой информации, которая поможет вам становиться здоровым уже сразу же после этого видео, со следующего дня. Просто применяйте это уже сегодня. Щелочная диета – это не выдумки. Это не какая-то там, не кто-то там где-то на форуме написал, да, кто-то там послушал. Нет, это реально работает. Щелочная диета работает. Бикарбонат натрия, он же гидрокарбонат натрия, который вы можете покупать в обычной воде, работает. Цитрат калия, который вы можете найти где-нибудь в аптеке или найти там биодобавки, вы также можете использовать. Все это помогает сдвинуть ваши резервы организма в лучшую сторону, поднять защитные свойства вашего организма, и вы должны пользоваться этим постоянно. Не сильно увлекайтесь, не должно быть слишком много щелочи, не должно быть слишком много кислот в организме. Научитесь определять в продуктах, как они воздействуют на ваш организм. Научитесь видеть продукты вокруг вас, на полках супермаркета, видеть в них кислотность или щелочность. И вы тогда сможете примерно сами балансировать, примерно просто нормально. И того должно быть в вашем рационе, и другого. И тогда вы будете здоровы, и будете становиться более здоровыми, здоровее, 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 ребята. Чего вам и желаю, и я жду вас в новом видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...